Привет! Здравствуйте! Хочу рассказать об истории, которая с вами случилась недавно. Мы поднимались на крутые подъемы на перевале прекрасного края Рача на машине Тойота РАВ-4. Ничего подозрительного мы не замечали. Датчик температуры показывал температуру антифриза в двигателе примерно 95 градусов, но точно не больше 100. Когда мы поднялись на вершину и остановили машину, чтобы выпить с природной источника горной холодной воды, мы заметили, что под машиной течет горячий антифриз. Тут мы подумали, что приплели. Татчик температуры обманул и не заметили, как охладитель сильно перегрелась в двигателе. Позвонили механику. Объяснили ситуацию ее, он посоветовал дать антифризу остыть потихоньку и потом добраться до мастерской, от которой вы находились на расстоянии 60 километров. Скорее всего у вас пробила прокладка головки. Сказал он. Доехали мы испуганные в мастерской и механик продиагностировал двигатель своими методами. Потом что-то пошаманил с пробкой радиатора и сказал, что ввешаться рано, ничего страшного у нас не произошло. Придется купить новую пробку радиатора и прокладка головки тут ни при чем. Купили мы новую пробку радиатора и проблема исчезла. Сейчас я расскажу, как можно проверить пробку радиатора, как нам и научил тот механик. Значит, когда двигатель антифриз остынет, нужно давить вот эту верхнюю трубку радиатора. Если из этой дырки начинает выливаться антифриз, вода, тогда пробка радиатора испорчена и нужно ее менять. Антифриз из этой дырки должна выливаться только тогда, когда двигатель сильно прогрет. Когда двигатель и соответственно там антифриз сильно прогрета, образуется в двигателе избыточное давление и только тогда должна открываться клапан под пробки радиатора и выпустить избыточное давление. Вот это и главная наука тут. На старом родном пробке было написано 1.1 и механик посоветовал купить пробку, на котором было написано 0.9. Проблема исчезла, но через две недели на этой же машине началась еще одна проблема. Вода начала сильно кипятиться в двигателе, накрутить в перевалах. И как мы тут эту проблему исправили, расскажу скоро в другом видео, ссылку на которую размещу ниже в описании этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...